Можно ли говорить, что сегодня интернет стал основным конкурентом врача? То есть все любят себя? Нет, нет. Я еще когда учился, у меня на институте ходила такая, ну, анекдот, байка, как угодно. Почему нет заочного медицинского образования? Ответ. Нет потому, чтобы не умереть от опечатки учебника. Здесь так же, в интернете. Там ведь не все статьи написаны грамотно, даже с точки зрения грамматики русского языка. Я уж не говорю про другие вещи. Ну, если человек берет и читает, а что, а друг дружке разве не дают разные советы люди? Вот и пей это, вот и это. Ну, это эксперименты на себе в чистом виде. Это где-то есть как анекдот, объявление, там, пациенты не делитесь диагнозами, вы затрудняете работу врача. Ну, всякие есть на эту тему байки, но, в общем-то, главное все-таки надо обращаться к тому, кто в этом что-то понимает, имеет образование. Все-таки это имеет значение до сих пор, медицинское образование. Ну, так же, как уж не полететь на самолете, если узнаете, что пилот был ваш сосед, по креслу решил встать, там, что-то завести. Может быть, даже взлетит, в кино видал, а как садится, здесь так же.